Всем привет! С вами снова я, Димас. Вы на канале Кукс Бразер Хукс. И мы сегодня будем готовить печень. Неважно, чья она. Ну, как бы, важно, естественно. Куриная или говяжья. Но всегда вспоминается детство, потому что в школе, в начальных классах, либо, я не знаю, в детском садике, было раз в неделю какое-то блюдо из печени. Либо печень с луком, с макарошками, либо просто какие-то котлеты печёночные или ещё что-то, какой-то там рулет. Неважно. Было что-то раз в неделю у нас в Советском Союзе из печени. Так что это отличный продукт для нашего организма. Он очень полезен и всё остальное. Мы сегодня будем готовить куриную печень. Из дополнительных ингредиентов надо будет сливки. Минимум 20% нужно для этого взять. И на украшение возьмём там сухарики какие-нибудь или ещё подобные. Можно просто с хлебушком. Также соль и масло будет у нас. Готовится всё быстро. Самый главный процесс – это вот снять плёнку с нашей печени, подготовить её к дальнейшей жарке и приготовлению. Для этого нужно что сделать? Видите желчь вот эту зелёную и вот эту плёнку жёлтую. Это всё надо срезать и убрать. Это не годится к употреблению, это всё будет горчить. Производители, конечно, об этом не заботятся. Ну, как бы, если у вас дорогая печень какая-нибудь там, то они снимают. Естественно, у вас выходит намного дороже. Обычно печень продаётся вот полностью необработанная. И небольшие трудности. Надо плёнку снять. Особенно у говяжьей печени. У куриной печени она более нежная. Но всё равно нужно подготовить её, убрать желчь и вот эту небольшую плёночку. Мы разделали нашу печень куриную. Получились обрезки. Мы кошкам отдадим. У нас кошки с едой съедают. Очень любят печень. Сковородку мы уже заранее смазали маслом сливочным. Включаем. Печень нарезали мелкими кусочками достаточно. Круг не надо, надо её быстро обжарить. Для этого нам надо хорошо сковородку раскалить. Всё достаточно хорошо раскалилось. И мы добавляем печень. Выкладываем по всей поверхности. И оставляем. Ничего не мешаем, чтобы она поджарилась снизу. Ждём буквально несколько секунд. И начинаем постепенно переворачивать. Переворачиваем нашу печень. У нас тут немножко задымление небольшое. Мне даже, если честно, не очень видно сковородку. Но это не беда. Убавляем нашу температуру до минимума. Добавим соли немножко, совсем немножко. И добавим наши сливки. Выливаем. 200 миллилитров у нас. Тушим чуть-чуть до загустения сливок. Достаточно медленном огне. Куриная печень нежная. Буквально 5-10 минут. Как сливки загустеют, у нас всё будет готово. Ну вот, ребята, у нас почти всё загустело. Мы добавим немножко наших специй. Для ароматики. Прям буквально на кончике ножа. Смотрите, сливки загустелись. И всё, обволокли нашу печень. Мы протомили 5 минут буквально. Печень куриная быстро готовится. Из-за этого долго томить не надо. Мы выключаем. И выкладываем. В нашу тарелочку. Чуть польём сверху сливочками. Приятный запах. И немножко можно сверху с хариков посыпать. За место хлеба. Кто любит поострее что-то, можно добавить. Перчик побольше. Какой-нибудь там чёрный, ещё белый. Очень хорошо подойдёт. Ребята, пробуем, что у нас получилось. Наша куриная печень. С сухариками зацепим сейчас. Вкусно нормально. Куриная печень. Нежная. Не говяжья. Сливки такие кремообразные. Продают определённый вкус. Кто любит печень, и вообще субпродукты вот эти дополнительные советы попробовать. Готовится буквально 10-15 минут. Больше времени троительной обработкой какой-то. Сливки, считаю, идеальный вариант для этого блюда. Кому не нравится, может добавить ещё что-то. Пробуйте. Достаточно дешёвое и вкусное блюдо, но обязательно полезное. Всем приятного аппетита. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok